Итак, что такое истории в ClickSense? Истории в ClickSense это такие продвинутые презентации, в которых вы можете связать аналитику с презентациями и во время презентации переходить к тем слайдам и к той аналитике, из которой у вас эти цифры взяты, эти таблички, графики вы взяли и также вы этими презентациями можете обмениваться между собой через сервер. Это такой отличный инструмент для создания отчетов, для обмена опытом, для... Максим, вы тут хоть не выключаете? Я как раз выключаю. А, да? Я буду его включать. Хорошо. Итак, что такое презентация в ClickSense? Это не просто презентации, к которой мы привыкли в PowerPoint или PDF, а это связанные с источником данных и с источником презентации. Вот. Это отличный способ для создания отчетов, обмена отчетами, для создания презентаций, для выступлений, вот, и обмена полученными знаниями. Значит, что такое еще презентация? Это презентация в ClickSense. Вы можете легко выделять отдельные элементы, вот, на которые стоит обратить внимание, и также быстро перейти к отчетам, из которых у вас построена презентация. Значит, мы с вами рассмотрели, что в ClickSense? Мы с вами рассмотрели работу с самим ClickSense, с приложением, да, как фильтровать информацию, как находить и как связана информация в ClickSense, да, как работать с листами, как добавлять, изменять графики, новые элементы, работать с полями, создавать меры, визуализации, вот, работать со скриптами и создавать модели данных, загружать информацию в Click. Вот, и сегодня у нас мы рассмотрим последнюю часть, это создание историй, которые вы можете найти, так, вот, мы заходим в любое приложение, и историю вы можете найти в кладке, вот, у нас есть листы, в кладке истории. Здесь у вас будут храниться ваши истории, истории ваших коллег, вот, вы можете в них заходить, их редактировать, изучать, копировать, дублировать, редактировать и отправлять коллегам с комментариями и так далее. Вот, ну, перед тем, как перейти к историям, я хотел бы у вас спросить, есть ли у вас вопросы по предыдущим занятиям? Пора. Отлично. Так, ну, перейдем тогда к работе с историями. Как создать новую историю? Для создания новой истории есть несколько возможностей. Ну, во-первых, мы открываем приложение, и в приложение мы можем войти в кладку истории, здесь есть кнопка создать историю, да? Есть кнопка, вот она, большое сразу видно, и есть кнопка создать новую историю здесь. И вы можете создать эту историю, можете продублировать уже имеющуюся историю, создать копию. Это удобно, когда надо отредактировать опубликованную историю, то есть у вас какая-нибудь общая история опубликована, в которой у вас нет доступа. Вы можете ее продублировать, скопировать, и тогда она копируется к вам локально, и вы можете ее корректировать, изменять. Вот, здесь при создании истории мы можем уменьшить заголовок. Вы можете добавлять описание, можно ее удалить. Также можно добавлять изображение. Выбираем изображение, видим, вставляем какое-нибудь изображение. Вот у нас, мы создали первую историю нашу, да? Открываем историю, и видим здесь, это я продублировал историю предыдущим. Здесь у нас уже есть какое-то наполнение небольшое. У нас тут область открылась для редактирования истории, создания, воспроизведения. Ну, область похожа на ту, которую мы изучали с вами по созданию графиков, таблиц, аналитических, всяких расчетных вещей, да? Только у нас такая же область есть, и мы в нее можем перейти из приложения. Вот, нажав кнопочку «История», перейдем в нашу историю, да? Значит, что в этой области давайте рассмотрим. Сверху у нас меню управления «Кликсенсом». Здесь у нас вернуться в обзор приложения мы можем, загрузку данных перейти, просмотр модели, вот, сохранить можем нашу историю. Здесь есть различные инструменты экспорта, PDF, PowerPoint, копирование, удаление, справка. Мы можем перейти на другую историю, в которой у нас есть в рамках приложения «Воспользуйтесь этой кнопкой». Здесь, кстати, тоже можно создать новую историю. Вот. Перейти в приложение с листами, перейти в листы с аналитикой. Значит, слева у нас современная шкала, на которой размещаются наши слайды, мы можем между ними перемещаться. Мы можем добавлять новый слайд, мы дальше рассмотрим, на добавлении поговорим. Мы можем нажать «Предварительный просмотр» и воспроизвести наши слайды. Вот, об этом мы еще тоже поговорим, какие есть возможности. Значит, это у нас слева, в левой части временная шкала и воспроизведение нашей истории, а создание истории у нас панелька по созданию истории справа. Здесь у нас есть снимки, библиотека снимков, которую мы можем добавлять на наши слайды. Есть текстовые поля, различные формы, библиотека эффектов и рисунки, которые тоже можем добавлять. Так. И внизу у нас панель для редактирования нашей истории. Мы можем воспользоваться кнопкой «Вырезать», «Скопировать», «Вставить», «Удалить» отдельные элементы. Ну, в принципе, все просто достаточно. Главное – обращать внимание на то, какие есть возможности по кругу, да, и с ними работать. То есть слева у нас мы переходим между слайдами, которые можно перемещать. Но об этом мы еще поговорим о возможности добавления слайдов, редактирования. Внутри слайда мы выделили элементы, видим, что кнопки подсветились, то есть они активные становятся, можно работать с ними, да. Здесь вот вправо-влево – это «Возврат», то есть отменить изменения, либо вернуться назад к изменениям. И «Библиотеки элементов». Так. Значит, какие есть возможности по созданию презентации? Что мы можем использовать при создании презентации? Ну, во-первых, есть разные типы слайдов, которые мы можем использовать. Мы можем использовать различные снимки, которые мы сделали в аналитическом приложении, и вставлять их презентацию. Они будут связаны с нашими листами рабочими. Мы можем вставлять текстовые объекты, различные пояснения. Также воспользоваться библиотекой эффектов, форм и добавлять медиа-объекты, рисунки. Об этом сейчас подробно поговорим, какие есть возможности в каждом из этих элементов, инструментах. Значит, ну, первое, что нам надо сделать – это создать лист. Есть несколько типов листов. Есть пустой лист без содержимого, на который мы будем добавлять, можем добавлять различные снимки, текстовые поля, добавлять библиотеку эффектов, рисунки и так далее. Пустой лист. Второй у нас лист с содержимым, то есть в нем сразу же встроен лист приложения. И третий – лист с приложением, выровненный по левой части, в который мы также можем добавлять различные описания и элементы. Так, ну, давайте создадим с вами пустой лист для начала. Вот. Для того, чтобы создать лист, мы внизу нажимаем крестик. Создать пустой лист. У нас появляется пустой лист, который мы можем добавлять из библиотеки снимков, которые мы сделали в приложении. Об этом еще поговорим отдельно. Уже заготовленные снимки, просто перетащив их на лист. Мы можем сюда добавлять текстовые поля, чтобы написать и так далее. Второй тип листов – это у нас лист, связанный с аналитикой. Да, то есть мы добавляем этот лист крестиком и можем встроить лист с аналитическими данными, с табличками, графиками, которые у нас есть в приложении. Нам надо нажать кнопку «Выбрать лист» и добавляем лист в дашборд. В такого формата листах мы можем одновременно, когда будем проводить презентацию, сразу же нажимать на любые элементы. И эти элементы будут работать как ссылки в стандартном нашем листе. Можем фильтровать и показывать во время презентации интерактивно пользователям. Вот смотрите, где у нас больше всего клиентов провалиться в США и посмотрите, в какие города у нас больше всего клиентов. Выбрать максимально продающиеся товары, товарные группы, которые занимают наибольший объем продаж и их изучить и так далее. То есть когда мы добавляем лист, лист у нас становится интерактивный во время презентации, мы с ним можем работать. Третий тип листов – это мы можем добавить лист и тип дополнительных комментариев. Встроили лист и добавили комментарии, добавили какие-то, может, дополнительные графики, которые хотим отобразить на листе. Вот то, что касается слайда. Есть ли вопросы по добавлению листов? Ну, все, в принципе, просто. Нажимаем крестик, добавляем нижний лист, добавляем элементы на этот лист. Вопросов нет, да? Давайте идем дальше. Снимки. Я уже показал, что у нас есть библиотека снимков. Как они здесь появляются, снимки? Переходим в наши рабочие листы, нажимаем в правом верхнем углу кнопку «Листы» и переходим, например, в лист дашборта. Здесь мы видим графики, таблицы и так далее. Если мы хотим какой-то показатель, какой-то график поместить в презентацию, мы на этот график нажимаем, даже просто наводим, и у нас появляется такое менюшка, где мы можем сделать снимок. То есть мы наводим на график, появляется немножко, делаем снимок. У нас этот снимок в память отправляется, отправляется в нашу библиотеку элементов. Здесь мы можем написать в комментариях, чтобы потом разобраться с этими элементами, что это количество клиентов по странам. Нажимаем, и у нас этот элемент добавляется. Так, вот у меня еще один элемент отправился. Для того, чтобы посмотреть, какие у меня в библиотеке есть сохраненные снимки по вот этому графику, я просто правой кнопкой мыши нажимаю на графике и открываю библиотеку снимков. И вижу несколько снимков, которые относятся конкретно вот к этому графику. Мы с вами только что добавили количество клиентов по странам, и я еще случайно добавил вот этот вот снимок. Для того, чтобы его удалить, нажимаю кнопку «Редактировать», выделяю его и отправляю в корзину. Также можно поменять комментарии к снимку, просто нажимаем левую кнопку мыши и редактируем комментарии. Так, давайте еще вот этот вот. Это у нас продукты. Так, теперь возвращаемся в нашу презентацию. И снимки, которые мы с вами только что сделали, мы можем найти и выбрать в библиотеке снимков. Нажимаем кнопку «Библиотека снимков». Здесь у нас вот продукты появился, снимок новый. И появился новый снимок «Количество клиентов по странам». Значит, какие возможности по редактированию снимков есть в презентации? Ну, первое, это когда мы выделяем снимок, это замена снимка. Мы можем взять и оперативно поменять количество клиентов по странам, например, где у нас больше всего клиентов в США. Мы можем нажать кнопку «Изменить» и отредактировать представление снимка. Здесь есть возможность включить, отключить заголовок, поменять межстрочный интервал, добавить метки. Количество клиентов отображается на графике, либо не отображается, да? Показать легенду. Здесь настроить ось Y мы можем вместе с названием оси и по клиентам, по городам вывести, либо только метки, либо только заголовок оси. И такие же возможности по настройке оси X. Ну, здесь вам что надо? Вам надо определить, на что в первую очередь стоит обратить внимание и уже сконцентрироваться на этом элементе. То есть, если вы хотите показать количество клиентов, где максимальное по странам, по городам, то вставляем, конечно, надпись «Города», «Количество клиентов». Ну вот. И по максимуму убираем всю лишнюю информацию. «Города» тоже убираем. Чем меньше информации, которая отвлекает, тем больше обращает внимание на то, на что вам надо, чтобы обратили внимание. Итак, вот снимок мы можем редактировать. Выделяем снимок, нажимаем кнопку «Изменить» и редактируем этот снимок, приводим его к тому состоянию, которое нам нужно для презентации. Также здесь есть такая кнопка, как «Блокировка и разблокировка снимка». Что это такое? Если у нас стоит блокировка, то изменяя размеры снимка, мы видим, что пропорции сохраняются. Мы можем разблокировать снимок и редактировать его размеры таким образом, тогда мы можем пропорции менять, как удобные нам и нужные. Видно, что лик подстраивает снимок, делает его таким, чтобы он легко воспринимался в зависимости от размеров, которые мы задаем. Здесь сделаем количество клиентов по странам, а здесь немного по городам. Вот такие есть возможности по работе со снимками. Здесь вы также в библиотеке элементов можете редактировать снимки. Просто нажимаете кнопку «Изменить», можете вносить сюда комментарии, удалять ненужные элементы. Есть ли вопросы по снимкам? Все понятно, да? Да, еще очень важный момент – это возможность перейти к источнику. То есть, когда мы можем нажать презентацию, и во время презентации мы можем перейти к источнику, к этому снимку в нашем аналитическом приложении. Для этого надо просто нажать правую кнопку мыши и перейти к источнику. Программа у нас автоматически перекидывает приложение наше оттуда, откуда мы снимок делали. И здесь мы уже можем разобраться с ситуацией, посмотреть, почему этот снимок в таком виде, в котором мы его видим. Мы будем сразу видеть фильтры, которые установлены, если они были установлены, и понять, почему такая ситуация. Изучить ее как-то по-новому, может быть, подразобрать во время презентации. Для возврата назад в презентацию нажимаем кнопку «Возврат». У нас есть кнопка «Возврат». Возвращаемся в презентацию. И переходим в режим редактирования. И обязательно нажимаем кнопку «Сохранить». Так. Смотрели. Есть ли вопросы, коллеги, по снимкам? В принципе, вроде все просто, но мало ли. Все понятно, да? Давайте рассмотрим следующий элемент – это эффекты. Эффекты помогают нам сконцентрировать внимание пользователя на нужной нам информации. Мы можем выделить максимальное значение, мы можем выделить минимальное значение, либо мы можем выделить то значение, которое нам надо. Но эффекты применяются только к линейным диаграммам и круговым диаграммам. К другим любым элементам эффекты не применяются. Пока что. Возможно, в новых версиях появится возможность применения эффектов к другим элементам. Что такое эффекты, где их, как с ними работать. Есть у нас, например, вот такая диаграммка, на которой мы видим количество клиентов по странам. И мы хотим выделить, что у нас максимальное количество клиентов в США. Для этого мы в правой части кликсенса открываем библиотеку эффектов. И здесь есть несколько вариантов. Выделить наибольшее значение, наименьшее значение и любое значение. Давайте выделим наибольшее значение. Просто берем этот эффект, наибольшее значение перетаскиваем и отпускаем на диаграмму. Отпустили и программа автоматически подсветила. в США и показала, что здесь у нас максимальное количество клиентов в 13. Давайте еще какую-то круговую диаграмму сюда вносим. Работаем с круговой диаграммой. Хотим выделить, например, наименьшее значение, тоже берем, перетаскиваем и видим, что наименьшее значение, доля в объеме продаж у нас в 2009 году. Возможно, это новый продукт, мы только выводили, и можно выделить, что в 2009 году стартовали продажи. Коллеги быстро обратят внимание на нужную вам информацию. Также мы можем выделить любой элемент. Для этого мы что делаем? Мы берем объект любое значение и программа нам предлагает на выбор, что мы можем выделить. Мы можем выделить любой год, например, в 2013 году. Нажимаем, выбираем в 2013 год. Потом на любую область нажимаем и получаем диаграмму круговую, которую у нас выделили в 2013 год. Сохраняем презентацию. Идем дальше. Есть ли вопросы по эффектам? Тоже все понятно. Отлично. Как удалить эффект? Эффект удаляется просто правой кнопкой мыши. Нажимаем на объекте и здесь есть кнопка удалить эффект. Удаляем эффект. Наша диаграмма становится... Так. Следующий объект это текст и формы. Ну, давайте сначала с текстом разберемся. Для того, чтобы нам сделать какую-то запись нашей презентации, комментарий какой-то вставить, мы, во-первых, добавляем элемент. Либо заголовок, либо абзац. Заголовок это у нас масштабный элемент, который вставляется на ножен. Сверху сюда добавить, да? И написать... Количество клиентов по странным и городам. То есть... Как добавляется текст? Убираем текстовый объект, перетаскиваем на лист. Нажимаем левой кнопкой мыши по текстовому объекту. Вводим текст нужный. Для редактирования что мы можем делать? Мы... Ну, во-первых, нам надо выделить текст, который мы хотим отредактировать. И тогда программа нам позволяет здесь поменять, например, цвет текста, сделать его красным, либо любым другим жирным, курсивым, подчеркнутым. Плюс мы можем сделать ссылку. Причем ссылку мы можем сделать как внешнюю, на сайт любой, страничку в интернете, так и внутреннюю ссылку на само приложение. Ну, давайте рассмотрим, как делать внутренние ссылки. Ну, с интернет-страничками, я думаю, понятно. Берем, копируем из браузера ссылку, сюда вставляем, сохраняем, и во время презентации мы можем нажать на этот текст и перейдем в браузере в нужное окно. Но для нас самое полезное – это сделать ссылку на приложение. Как нам это сделать? Для этого нам надо сначала создать в приложении заклабку. Мы переходим в приложение. и выделяем этот фикер, показать все элементы. Так. Давайте найдем, вот здесь года. можно воспользоваться поиском. Вот у нас есть года. Давайте выберем, например, 13-й год. Так. Вернемся в приложение. Вот мы выбрали фильтр по 13-му году. Можем сделать снимок любого объекта по данному фильтру, да? Ввели фильтр, сделали снимок, добавили снимок на презентацию. Но нам сейчас интересно сделать ссылку на 13-й год, чтобы мы могли из приложения перейти в лист с закладкой. Для этого нам надо, во-первых, сделать закладку. Здесь мы создаем новую закладку. Пишем в 2019-й год. Нажимаем ввод. У нас появляется закладка 13-й год. Возвращаемся в нашу историю. Текстовый объект находим. Здесь нажимаем кнопку редактировать. Выделяем текст. Добавляем ссылку. И выбираем закладку. Программа нам предлагает закладки, которые у нас сделаны в приложении. У меня есть закладка на 9-й год и на 13-й год. Добавляем. Можно написать, что количество клиентов по странным городам у нас. Текстовый объект. И мы саломем. И мы саломем. Так, вот салом installing. Саломем. 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 презентацию, мы можем нажать на текст и мы перейдем в закладку, которую с вами только что создали. Мы можем выбрать любое количество фильтров, сделать закладку на любой лист и перейти во время презентации на тот лист, на те фильтры, которые с вами сохранили и создали. Для того, чтобы вернуться назад в презентацию, мы нажимаем кнопку «Возврат». Мы вернулись назад в презентацию, можем продолжить свой рассказ. Это я сейчас показал элемент заголовок, но есть еще другой элемент абзац. Он более гибкий в плане настройки, то есть его можно квадратиком сделать, по-всякому. А заголовки, они вытянутые и их особо не поредактировали. То же самое, добавляем абзац на лист, нажимаем кнопку «Редактировать», вводим нужный текст. Если хотим отредактировать текст, выделяем этот текст. Мы можем здесь редактировать цвета, а также редактировать его размер. В изголовках размера программа не дает редактировать, стандартно предлагает делать, а в абзацах мы можем регулировать размер. Excel у нас маленький. Также делать жирные, подчеркнутые, выравнивание и аналогично можем добавлять ссылки. Сделаем ссылку на заголовок. Также у нас в программе есть формы. Формы мы можем использовать для комментарии, для визуализации выделения нужной нам информации. Например, написали максимальный объем продаж в 2012 году, взяли треугольничек, потянули его и показали, где у нас эта информация изображена. Например, сделали его желтеньким цветом. Здесь есть разные формы. Например, какие элементы круговые мы можем выделять конкретную область, показать, что вот у нас два города лидера. Сохраняем. Все эти значки. Элементов немного пока что, но они регулярно с каждым новым обновлением добавляются. С формами все просто. То есть мы добавляем на лист, редактируем их размеры, редактируем цвет и создаем презентацию. Есть ли вопросы по формам и текстовым элементам? Ну, визуально вы можете ссылку выделять просто подчеркиванием, вот как я сделал, да? Обычное. То есть взяли, подчеркнули. А, подождите, сейчас. Да, ссылка видна. То есть если ссылка, она будет подчеркнута всегда. Сейчас мы удалим, подчеркнули. Значит, вот видно, что ссылка у нас подчеркнута. Есть ли еще вопросы? Идем дальше. Изображение. Ну, иногда мы хотим сделать презентацию, например, корпоративной. И хотим добавить в нашу презентацию логотип. Ну, как минимум, да? Либо снимки какие-то. Продукции снимки. Скриншоты и так далее. То есть я бы, в принципе, мог презентацию сделать вот эту вот, которую я сейчас вам показываю в PowerPoint. Я бы мог ее сделать в Clicksense. И единственное, что обменяться мы тогда с вами не смогли. Поэтому пока что я сделал в PowerPoint. Но, в принципе, все это можно сделать. Все, что в PowerPoint мы делаем. Добавляем текст, картинки. Мы тоже самое можем сделать и в Clicksense. Для того, чтобы нам подгрузить картинки в Clicksense, нам надо их загрузить в нашу папку. У нас есть папка в моих документах. Называется... В моих документах есть папка Click. Там есть в папке Clicksense, называется. Потом Content. Default. И папка Images. Мы в эту папку закидываем картинки, которые мы хотим добавить в презентацию. И они у нас появляются в библиотеке снимков. Для того, чтобы добавить какой-то снимок, рисунок, нам надо, как и прочее, добавить этот элемент. И щелкнуть два раза на элементе левых ног и мыши. Здесь у меня есть картинки, которые загружены конкретно в это приложение. Причем есть такой формат файла в Clicksense. КВФ, в который можно загружать неограниченное количество картинок и с ними работать. Вот. Есть у меня картинки, которые загружены в приложении. Есть картинки, которые загружены на сервере, с которыми я могу работать. Ну, я вот здесь взял ваш логотипчик, подгрузил. И могу его сейчас вставить. То есть нахожу картинку, которую я хочу вставить. Вот логотип. Вставляю. Вот у меня логотип. Вот у меня логотип появился в презентации. Есть ли вопросы по работе с изображением? В принципе, все просто. Перетаскиваем элемент, добавляем изображение и выбираем изображение из нашей библиотеки изображения, которое мы подгружаем на сервер либо к себе от моих документов, подход, которые я показал. Нет вопросов, да? Так. Какие есть возможности по редактированию элементов? Ну, это все стандартные возможности. Стандартные возможности по редактированию. Мы выделяем какой-то элемент и внизу у нас есть несколько кнопок. Мы можем, что сделать, вырезать этот элемент и вырезанный элемент вставить в другой лист. В принципе, это тоже. У нас внизу кнопка вставит, да? У меня элемент выделения. Мы можем просто копировать и удалять в любой линии. Копировали, удалили. Копировали, вставили. Изменили. Так, изменять нельзя, потому что только один элемент такого же типа из этого графика. Так. Нужно удалить. Ногу добавить. Вот. Что можно делать со слайдами? Слайды мы можем перемещать. Левой кнопкой мыши зажимаем и перебегаем в нужном порядке. Слайды можно удалять. Правая кнопка мыши удалить. Слайды можно копировать, создать подлинную. Сохраняем. Так. Так же мы можем менять положение объекта. Например, можем сделать такой лист пустой и на этот лист наместить рисунок фона. перебегаем. Сейчас добавим рисунок. мы можем добавить различные элементы визуализации здесь можно менять положение то есть у нас элементы может быть выше может быть ниже например он у нас может находиться как под диаграммой на задний план для перемещения между планами между слоями мы правой кнопкой мыши нажимаем на элементе и перемещаем вперед назад на передний план на задний план можно регулировать мы с вами сейчас рассмотрели как создавать презентации какие элементы есть для создания работы презентации то есть это листы наши до слайды какие типы слайдов есть библиотека элементов различных библиотека снимков текстовые поля формы эффекты рисунки теперь мы хотим презентовать то что мы создали коллегам или сами посмотреть презентацию которую нам кто-то сделал мы хотим изучить да для этого нам надо нажать кнопку предварительный просмотр истории у нас программа переходит режим просмотра истории здесь мы можем правой левой кнопкой на клавиатуре вправо влево менять слайды а также если у вас планшет либо телефон вы можете перелистывать пальцы слайды изучать презентации какие есть возможности в режиме просмотра здесь мы можем переходить между слайдами также мы можем отправить экспортировать нашу историю в pdf либо в powerpoint для этого внизу экрана есть такие три точки на них нажимаем здесь есть экспорт powerpoint и pdf вот в режиме презентации мы можем работать с активными диаграммами с листами и во время презентации выделять нужные нам элементы фильтровать точно так же как мы это делали стандартных листах проваливаться вниз изучать вместе данные и находить ответы на свои вопросы которые говорят о соответствии с тобой запомнили Продолжение следует... 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 Продолжение следует...